Привет, друзья, с нами Костя Каленкин. Костя сегодня был красавчик, отъездил неплохо, так сказать, да хорошо отъездил Костя, навязывал борьбу с сильнейшим гонщиком планеты, но что-то чуть-чуть не получилось в полуфинале. Что, что произошло? Да, как бы пока еще объяснения этому нет. Наверное, какого-то, может, чуть-чуть везения не хватило и, может, сам где-то чуть-чуть недотерпел, недонастроился, но вроде был максимально настроен этот заезд на попадание в финал, чтобы порадовать свою публику в очередной раз. Ну, я надеюсь, что завтра будет все намного лучше и постараемся попасть в финал и на призовое место, естественно. Ну, Костя, слушай, сегодня вот ты буквально только поднял руку и трибуны просто заорали, просто орали трибуны. Ты это слышал, как тебя поддерживает шарльинская публика? Да, 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 конечно, я очень слышу и очень это приятно, что поддерживают трибуны так. Это классно, круто. Надеюсь, что завтра будет такой же аншлаг на трибунах. Все будут поддерживать, не только меня, но и всех наших российских спортсменов. Ну, еще один вопрос. Когда вы ехали с Димой Колтаковым и российские гонщики, это все-таки была домашняя заготовочка или это вышло случайно, это командная езда? Нет, никакой на самом деле домашней заготовки не было. Просто так вышло. Я пытался атаковать его, но потом немножко подсорвало, подотпустил его уже, оглянулся назад, чтобы подстраховаться за вторую позицию. И как бы вот так получилось. В принципе, никакой командной езды по-то не было. Я бился за свои очки, он за свои. Ну и самый часто, наверное, задаваемый вопрос про Костю Каленкина. Все говорили, как бы строили догадки. Костя Каленкин поедет в полную силу на чемпионате мира или он побережет себя к Европе? Да нет, я думаю, ну как себя, как не в полную силу ехать? Можно гонка, сильнейшие спортсмены мира и ну как можно ехать не в полную силу? Я считаю, это неправильно. Выкладываюсь на все 100%. Так же и рискую. Ну все. Удачи, значит, тебе в Европе. Желаем только победы. Спасибо, Костя.